Маленькие школьные пиццы по-домашнему Именно такую пиццу мы сегодня с вами и приготовим Для теста нам понадобится Мука 550 грамм Яйцо 1 штука Вода 160 мл Молоко 100 мл Сливочное масло теплое Дрожжи сухие 5 грамм Или же прессованные 15 грамм Сахар 40 грамм И соль 7 грамм Для начинки нам понадобится Томатный соус 150 грамм Колбаса любая, сервелат Можно использовать, либо другие виды колбасы Мы их порезали заранее кружочками Но можно и нарезать во время приготовления теста Сыр любой 350 грамм Натертый на терке Одно яйцо Плюс 1 столовая ложка молока Для смазывания В миску для замешивания Добавляю молоко Воду И дрожжи И размешиваю Чтобы дрожжи растворились Добавляю сахар Яйцо Яйцо И снова перемешиваю До однородной массы Постепенно добавляю муку И соль И продолжаю перемешивать Муку сразу всю добавлять не стоит Потому что ее может понадобиться Немножко больше Или немного меньше Перемешиваю Перемешиваю И снова добавляю немного муки И снова перемешиваю Когда тесто становится Более плотным Необходимо добавить к нему Сливочное масло Сливочное масло Необходимо добавлять постепенно Я беру сначала Несколько кусочков И потихонечку Вмешиваю их в тесто Тесто будет постепенно Становиться Более мягким Мешала Добавила еще Несколько кусочков И продолжаю Вмешивать тесто Тесто необходимо Вмешивать Двумя руками Когда мы с вами Вмешали все масло Присыпаем стол Мукой Слегка И выкладываем Наше тесто На присыпанный Мукой стол И продолжаем Его вымешивать Двумя руками На протяжении В общей сложности 15 минут До тех пор Пока тесто Не будет Прилипать Ни к столу Ни к рукам В результате Вымешивания Как вы видите Тесто Перестало Прилипать К столу И к рукам Вот такое Оно у нас Получилось Берем Миску Смазываем Растительным Маслом И погружаем Наше тесто В миску Для выставки Тесто Должно Находиться В миске Полтора часа И накрываем Его Пленкой Через 45 минут Тесто Необходимо Размять Оно Немножко Подошло И мы Его Обминаем Прямо В мисочке Со всех сторон И ставим Еще На 45 минут Чтобы оно Отстоялось Прошло Еще 45 минут Наше С вами Тесто Поднялось Достаем Его Из Пленки И выкладываем На стол Тесто Очень мягкое Наша с вами Задача Разделить Тесто На 12 Равных Частей Чтобы получилось 12 пиц Каждую половинку Уделим Еще На половинку Кусочки Должны быть Примерно Одинаковые Подравниваем Каждый Кусочек Чтобы они Были Одинакового Размера И веса И разрезаем На две Полонинки Получилось 24 6 8 Кусочков И нам Нужно Еще Четыре Четыре Кусочка Выбираем Самый Большой Кусочек Кусочек Накрываем Накрываем Пленкой И оставляем Еще на 15 Минут Каждый кусочек Раскатываю Скалкой После того Как мы Раскатаем Выкладываем На противень Застеленный Пергаментной Бумагой Один противень Помещается Шесть Наших Заготовок В пицце Накрываем Противень И даем Настояться Еще 30 Минут А тем Временем Мы с вами Подготавливаем Начинку Нарезаем Колбасу Кружочками Огурцы Кружочками Соус Сыр Натерли На терочку И яйцо Смешиваем С молоком Для смазывания Пиццы Когда заготовки Наши подойдут Окунаем Пальцы В муку И делаем Бортики Получаются Такие Бортики Так На каждой Пицце Теперь Смазываем Каждую Заготовку Смесью Яйца Смесью Смесью Молоком Яйца Делаю Кисточкой Кисточкой Хорошенечко Промазываем Чтобы пиццы Получились красивые Румяные На каждую пиццу кладем по 1 ч.л. соуса и аккуратненько промазываем. Теперь добавляем немного сыра. Далее кладем по 3 кусочка колбасы. В сырку добавляем 1-2 кружочка огурца и присыпаем сыром. Сразу убираем в духовку и выпекаем при температуре 200 градусов 20-25 минут. Вот такая вкусная, сочная, аппетитная и ароматная пицца у нас с вами получилась. Она вышла очень мягенькая, сочная, пропеклась со всех сторон. Сделайте и вы такую! Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока!